Здравствуйте! Академик Российской Академии Наук Вадим Покровский считает, что занятия по половой безопасности в школах нужно проводить с 12-13 летнего возраста. Прокомментирует новость Иерей Федор Лукьянов. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Вот уважаемый ученый, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, вот такое заявление сделал. На ваш взгляд, это уместно? На мой взгляд, об основах половой жизни ребенка должен узнавать не в школе, он должен узнавать в семье. И семья должна быть единственным местом, где он получает по этому поводу, собственно говоря, и первую информацию, и определенные нормы и так далее. Потому что, к сожалению, мы уже знаем печальные истории с курсами по половому воспитанию в наших школах, которые просто фактически были курсами разврата для детей. Вот, поэтому, конечно же, это прерогатива семьи. Но все-таки этот человек занимается, ученый занимается именно борьбой со СПИДом, то есть у него, ну, как бы это обосновано получается? Возможно, он очень хочет, чтобы эти программы были поддержаны Министерством образования. Вот, я еще раз подчеркиваю, что моя личная позиция, я знаю, что позиция многих людей церковных и наших уважаемых ученых тоже церковных, она категорически направлена на то, что это вопрос семейного воспитания. Даже в школьную, современные преподаватели в школе, они говорят, что без семьи невозможно помочь ребенку, потому что школа сегодня очень часто сама устраняется от проблем воспитания. Она говорит, что, да, мы информируем детей, наша задача дать им некую информацию, предоставить знания. Хорошо, а воспитание кто будет предоставлять? А это как раз вопрос воспитания. Поэтому получается, что, как бы, люди из чиновники образования противоречат сами себе, да, вот, иногда уж, хотя они вроде не собираются воспитывать наших детей, а одновременно почему-то вот курсу секс-просвета вводят, да, что давайте будем уже как-то вот цельными в этом отношении. Раз уж воспитание проходит в семье, значит, семья, она и должна эти вопросы до ребенка доводить. В той форме, в которой это тактично нужно, и в том возрасте, в котором это необходимо для каждого конкретного ребенка. А вот вопрос, в какой форме? На ваш взгляд, вот эти вот легенды про аистов, про капусту, они вообще нужны? Вы знаете, до определенного момента ребенок вообще не интересуется этой темой. И говорить о том, что он узнает это на улице, но это вот тоже вопрос воспитания. А с кем ребенок общается, да, а какой у него круг общения? А почему родители не говорят им, что если ты слышишь там матерные слова, то, может быть, не стоит тебе в этой компании общаться? То есть это тоже вопрос, скажем, сможем ли мы оградить наших детей от вот этого дурного влияния. И это не касается совершенно, ну вот, скажем так, вот некоторых моментов, связанных с ранним как бы узнаванием для малышей. Малыши должны понимать сущность этого вопроса. А сущность она есть во всех живых существах. Мы знаем, да, как растения, да, размножаются, да, как, скажем так, это происходит в мире, да, вот, рыб там, да, и так далее, насекомых там, и так далее. Все это ребенок потихоньку постигает, как получая образование, получая знания определенные. И поэтому, конечно, обманывать ребенка не надо, вот, но дать аналогию высокую, да, вот, с тем, как семя попадает в землю, это же по сути верно, да, это тоже соответствует действительно истинному порядку вещей. Просто ребенок сначала понимает это образно, а потом в жизни он уже, так сказать, изучает уже какие-то биологические аспекты, когда это уже не повредит его психике, он уже будет уже достаточно цельным человеком. А на Ваш взгляд, усредненный оптимальный возраст, когда эти диалоги нужно проводить с ребенком? Я бы сказал, это возраст вопросов. Когда вот ребенок прицельно на эту тему начинает задавать вопросы, тогда мы должны предоставлять ему ответы. И быть ему здесь друзьями, не судьями, а друзьями, так, чтобы он был открыт нам, доверял нам, и мог получить от нас помощь и воспитание в этой сфере. Спасибо Вам. Во славу Божию. Берегите себя и своих близких. Всего Вам доброго.